Мы с вами прекрасно знаем, что каждый день на территории Российской Федерации находится порядка 11 миллионов иностранных граждан. И когда называешь такую цифру, у многих складывается впечатление. Как много? На самом деле абсолютное большинство иностранцев, которые находятся на территории Российской Федерации, они находятся с краткосрочными целями. А постоянно или временно проживают в Российской Федерации всего только около 700 тысяч иностранцев, что составляет полпроцента от общей численности населения страны. Уважаемые коллеги, вы прекрасно понимаете, полпроцента от общей численности населения страны – это как раз та цифра, которая вполне контролируется, которой можно управлять. Что касается остальных иностранцев, которые находятся с временными краткосрочными визитами, я полагаю, что это неплохо. Это те люди, которые приехали в гости, это спортсмены. В ближайшее время мы с вами знаем, что будет Олимпиада, сколько к нам приедет спортсменов, тренеров, журналистов. Это же тоже временная и краткосрочная миграция. И точно к нам приезжает с краткосрочными целями иностранцы. Я полагаю, это говорит о могуществе нашей страны, о том, что Россия является привлекательной страной. Безусловно, проблемы миграции сейчас значительно обострились. Безусловно, эти процессы, вот такое большое количество иностранцев с различными целями, которые приезжают для соединения семей, для осуществления трудовой деятельности, спортсмены, как я уже говорил, и так далее. Конечно, вот этими процессами требуется грамотное профессиональное управление. У нас появилась стратегия, стратегия в сфере миграционных процессов до 2025 года. Наверняка многие из вас читали эту концепцию, знают, что там три этапа, конкретно расписанные этапы, основные направления. Концепция определяет три главных цели. Первая цель, это связано с обеспечением национальной безопасности в сфере миграции. Вторая цель, это касается положения, демографического положения Российской Федерации. Одна из самых больших проблем, то, что численность населения у нас, мягко говоря, не увеличивается. Во многом сокращается, естественно, прирост. И только за счет миграции мы стабилизируем численность населения России. И третья цель, которая провозглашена в концепции государственной миграционной политики, это касается содействия к социально-экономическому развитию страны за счет миграционных процессов. Ну и в соответствии с этими целями определены основные направления деятельности, в частности, касающиеся трудовой миграции, касающиеся миграционного контроля, касающиеся учебной миграции и так далее, и так далее, и так далее. Мы с вами имеем теперь генерально основное направление, стратегию, по которой нам надо строить миграционную политику и управлять этими процессами. Нет недостатка в инициативах. Что только не предлагает. Предлагает различные варианты, касающиеся очень много разумных предложений, касающихся совершенствования законодательства, совершенствования управления этими процессами. Некоторые очень либеральные представители даже колючую проволоку вспоминают в своих предложениях. Ну, есть крайности, которые, как всегда, нам надо отбрасывать. А в целом, абсолютное большинство предложений, они носят здравый смысл. Вот могу привести пример. Совершенно недавно, в течение прошлого месяца, на совместном заседании научного и общественного совета ФМС России, мы рассмотрели те предложения, которые были подготовлены ФМС России специалистами, которые занимаются вопросами трудовой миграции. Были высказаны предложения. Кстати, с докладом на совместном заседании научного и общественного совета ФМС России выступил директор Константин Олегович Ромодановский. И вот общественный и научный совет рассмотрел эти предложения и в целом одобрил, поддержал их. И, соответственно, после этого ФМС России внесла предложения в правительство Российской Федерации. То есть мне хотелось бы сказать, что в отличие от некоторых ведомств, я не хочу говорить про другие, но мне кажется, что в ФМС России сейчас достаточно открытая политика, миграционная. Во всяком случае, абсолютное большинство тех нормативно-правых актов, которые готовятся в стенах ФМС России, они рассматриваются и даются заключение общественным советам ФМС России. То есть ведомство открыто для общественности, для общественного совета. И сам факт, что мы даем заключение по этими вопросами, это говорит о том, что намного ближе стал контакт между чиновниками и представителями гражданского общества. Продолжение следует...